всем привет дорогие друзья как вы видите мы опять дороге и как вы думаете куда мы направляемся те кто смотрит мой канал знают что мы направляемся в ветхе и в каш покажем вам все самое интересное я знаю что вы любите с нами путешествовать а путешествуем очень много поэтому если вы еще не подписаны на наш канал обязательно подписывайтесь у нас здесь супер интересные и полезные видео на этот раз мы отправляемся с вами из алании через анталию коркутелли в ветхие и далее из ветхи уже по красивейшему побережью поедем в каш кемер и снова аланию если вы не смотрели наши предыдущие видео из мармарица и бодрума обязательно смотрите ссылки есть в описании а в этот раз мы совершаем с вами путешествие длиной в 700 километров от алании в ветхи и в каш если вы были в ветхи обязательно пишите если вы были в каше обязательно пишите комментируйте как вам там понравилось ли вам или нет ну а почему мы на этот раз отправляемся в ветхие потому что в ветхе мы не были еще ни разу и конечно же из-за всех новогодних запретов мы решили отправиться в какое-то другое место не праздновать новый год в алании а уединиться в каком-нибудь красивом месте ну и конечно же для этого прекрасно подходит эгейское побережье турции как вы знаете все празднования нового года в турции запрещены а это видео вы уже смотрите после того как наступил 21 год поэтому друзья поздравляю вас с прошедшим новым годом с наступившим новым годом и желаю вам всего самого лучшего надеюсь что вы отпраздновали новый год маленьком кругу здорово с вкусным столом с большими надеждами с прекрасными людьми ну а в этом видео вы увидите как мы доедем до ветхие покажу вам нашу гостиницу и возможно чуть-чуть город если успеем вечером от алании мы уже отъехали примерно на 100 километров и едем через манов гад до анталии и поворачиваем сторону коркут или погода стоит немного пасмурно но очень-очень тепло 30 декабря друзья новый год уже наступил когда вы смотрите это видео а мы едем прекрасный город ветхие спустя два часа мы уже в анталии в анталии тоже пасмурная погода но все-таки друзья декабрь месяц и сейчас мы вернули в сторону денизли потому что дорога которая нам нужна эта дорога на денизли но с дороги на денизли мы через полтора часа свернем как раз в сторону ветхие вот так вот выглядит декабрьская анталия как я уже сказала погода пасмурная но все равно очень-очень тепло сегодня завтра погода пасмурная а вот в начале января обещают солнечные дни в Аланье кстати сегодня с утра было солнце мы уже повернули в сторону каркут или и до ветхие нам осталось 185 километров нам осталось 185 километров 2 часа 24 минуты но в зависимости конечно от дороги и дорога очень красивая по бокам потрясающие леса массивы в общем ехать одно удовольствие ну и конечно же я всегда вам рассказываю о том что качество дорог в турции тоже очень хорошая поэтому путешествовать на общественном транспорте или на своем автомобиле или на арендованном автомобиле тоже не составляет никаких сложностей на карте google есть все обозначения указания и вы спокойно можете путешествовать по турции на арендованном или на своем транспорте как обстоят дела с комендантским часом и с передвижением по стране между провинциями между городами комендантский час все также с 21 00 до 5 утра каждую неделю и на выходных с пятницы с 9 утра до понедельника 5 утра комендантский час новый год как я уже сказала был отменен то что касается передвижение по стране между провинциями для того чтобы передвигаться на своем автомобиле нужно разрешение но например мы сейчас едем из провинции анталия в провинцию мула на совершенно недавно правительство отменила передвижение между этими провинциями с разрешением но если например мы захотим поехать в афен и левоский шхир то нужно брать разрешение если вы едете на общественном транспорте то общественный транспорт с хескода можно совершенно свободно покупать билеты и передвигаться на любом общественном транспорте лица до 20 и старше 65 лет передвижение на общественном транспорте к сожалению запрещено и выход разрешен на улицу только в определенные часы вот такие вот у нас сейчас правило надеюсь что в скором времени ситуация улучшится ну а мы приближаемся к коркутели грибной столицы турции здесь огромные плантации грибов и все грибы практически которые есть в стране которые мы видим в магазинах на рынках и так далее именно из коркутели также из коркутели грибы и шампиньоны идут на экспорт в общем я вам всегда рассказываю о том что говорю о том что каждая турецкая провинция специализируется на выращивание какой-либо культуры так вот в коркутели это грибы в афьоне например это вишня картофель пшеница и так далее пола не это бананы апельсины мандарины сейчас это авокадо если говорить о например газе антепе то это конечно же фисташки в общем каждая турецкая провинция даже есть карта где обозначена в какой провинции что выращивается и на чем она специализируется можете поизучать этот вопрос это очень очень интересно мы уже в коркутели коркутели это совсем небольшой городок население 56 тысяч человек как вы видите домики в основном все частные но это на окраине города в центре города конечно же есть многоэтажные квартиры жилые дома с квартирами а так в основном таких маленьких городках конечно же живут в частных домах и Продолжение следует... 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 В общем, мы приехали, скинули все свои вещи, сейчас быстро в магазин и купим все необходимое и хотя бы чуть-чуть погуляем по набережной и по ночному вечернему фетхе. Сейчас мы направимся в самый центр города, здесь есть очень красивая набережная, где народ катается на велосипедах, гуляет, туда мы сходим ночью и, конечно же, завтра утром, это будет уже в следующем видео. А сейчас едем в самый центр города, посмотреть и купить то, что нам нужно, ну и, конечно же, прогуляться также по набережной. Сегодня в фетхе потрясающей красоты заказа. Солнце практически зашло, но я не могу оставить вас без моря. Вот такая вот здесь красота. Был огненно-красный закат. Очень красиво. А вечером, чуть позже с вами, мы пойдем гулять в сторону старого города и набережной. Академия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Велосипедная дорожка... Скоро наступит комендантский час... И, к сожалению, очень здесь пустынно... Никого нет... Но набережная выглядит вот таким вот образом... В следующем видео я вам покажу набережную днём... Здесь также есть в центре много интересных достопримечательностей исторических и музей... Одинокие мотоциклисты... Одинокие гуляющие, такие же, как и мы... Гуляют по пустынной набережной... Очень хочется увидеть эту набережную днём... Потому что здесь действительно очень-очень красиво... И мы с вами сможем это сделать в следующем видео... Добро пожаловать в Фетхе! И... Около букв Фетхе вот такой вот огромный глаз Фатимы... Назар Бонжук... У многих также возникает вопрос, как в Турции топят квартиры... Отапливают квартиры там, где нет центрального отопления... Так вот, в Фетхе, вы видите, стоит такой дым от как раз печек... Но... В очень многих городах Турции уже запрещают топить печками... И постепенно проводят газовое отопление... Газовое отопление даже есть уже в Анталье... Я также хочу для вас сделать видео об отоплении квартир в Турции... Но... В Алании, конечно же, все топят обогревателями или кондиционерами... Также делают тёплые полы... Кладут паркет, ламинат... Но и есть те, кто топят до сих пор печками... Поэтому, если вам интересно видео об отоплении в Турции... Напишите в комментарии, я обязательно сделаю это видео... Потому что оно будет, думаю, полезно и интересно многим... Наступило следующее утро... Сегодня 31 декабря... Мы выезжаем из отеля Фетхе... Сейчас пойдём гулять по городу... И отправимся в Каш, где и проведём... Встретим Новый год... Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал... Ставьте пальчики вверх, комментируйте... И путешествуйте с нами по Турции... На сегодня я с вами прощаюсь... Всем всего хорошего... Пока-пока... Встретимся в новом видео... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok